Всем привет, это Рига Студио 25 на 8, Эдмунд Кашевский, Андрей Елисеев за кнопками. Сегодня, наконец-таки, ну, во-первых, то, что день знаний 1 сентября, то надо было пригласить обязательно в гости какого-нибудь умного человека, который нам про знания может много что рассказать в различных, скажем так, в различных аспектах, но на самом деле этого человека мы пытались заполучить, ну, чтобы не соврать, ну, с полгода точно, потому что он очень занятой человек. Начнем с того, что это один из основателей первой офтальмологической, или, как говорят в народе, глазной клиники у нас в стране, это раз. Во-вторых, действующий профессор, профессор Латвийского университета, то бишь, это представляет собой определенную преподавательскую деятельность. Что такое преподавать, это, я надеюсь, многие из нас знают, а кое-кто даже на своей шкуре испытал и понимает. Ну, и, в-третьих, этот человек еще умудряется быть и депутатом Рижской думы. Короче говоря, сегодня в гостях у нас, наконец-таки, за чашкой кофе, профессор Игорь Соломатин. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, но я ничего не наврал, когда вы тут перечисляли все. Нет, абсолютно ничего, даже, можно сказать, переборщили. Действительно, я и являюсь депутатом, в то же время преподаю в Латвийском университете, и являюсь действующим, в отличие от многих, не профессор-теоретик, а действующий профессор, который постоянно работает за операционным столом, за микроскопом, с лазерами и так далее. То есть, деятельность многогранна, и так я уже работаю очень много-много лет, слава богу, совмещать успеваю, это все получается, и поэтому я думаю, что сегодня будут много вопросов и о медицинской теме, и по поводу работы в Рейской думе, и по поводу, наверное, каких-то проблем, связанных с преподаванием. Вот, ну, я хочу сразу сказать, что сегодня действительно большой праздник, сегодня День Знаний, 1 сентября, и поэтому я с самого начала хотел бы поздравить всех, тех, кто первый раз переступил порог учебного заведения, и тех, кто уже заканчивает свою учебную стыдью, с этим днем пожелать всем доброго здоровья, успехов в приобретении знаний, и, конечно, в воплощении своей мечты в дальнейшей своей работе. Ну, Игорь, начнем с того, что наша программа поздравляет вас, и у вас таки случилось новоселье. Я понимаю, что вы переехали в новое здание, и где вы сейчас находитесь? Сейчас мы находимся на улице Мариас-2, это практически на привокзальной площади, и мы переехали уже больше, чем год назад, но пока все вошло в свой ритм, пока мы нашли для каждого оборудования свое место, конечно, были перетасовки, были всякого рода изменения, но, наконец, клиника вошла в свой рабочий ритм, и мы сейчас прекрасно справляемся со всеми своими обязанностями, и поток пациентов, конечно, у нас достаточно большой. Ну, клиника профессора Соломатина, я чувствую, что я не наврал, все-таки в анонсе, это первая частная клиника такого профиля, которая появилась у нас в Латвии, правильно? Да, да. Сколько лет назад было так просто освежить? Если мы освежим нашу память, то это было в 1994 году, то есть это скоро мы будем отмечать, ну, 30 лет. 30 лет. Я себе представляю этот праздник, профессор. Да, да, да. Это будет на Домской площади как минимум, да? Да, мы будем запускать салюты и дроны, запускать в небо. Понятно. Но на самом деле, вот, скажем, вы сказали, что год прошел только с тем, чтобы, скажем, все устаканило, все оборудование, каждое нашло свое место и так далее, и так далее. Насколько, скажем, вы сейчас в своей клинике в топе по этому самому оборудованию, и насколько вообще это сложно, ну, я не хочу сказать, насколько это сложно приобрести, но насколько сложно этим всем управлять. Ведь тут нужны не только мозги и руки, нужны и практические, и теоретические навыки, и знания. Кто этим всем занимается и как это все выглядит? Ну, вы совершенно правы. Почему? Потому что любая клиника, даже самый маленький кабинетик, он требует абсолютного такого индивидуального подхода, потому что надо все четко разложить, поставить все на свои места, сделать, что называется, полную логистику для всего. И начнем с того, что наш переезд, хотя, в принципе, мы не очень большая клиника. А чего вы из центра в центр переехали? Ну, все дело в том, что то здание, где мы находились, его продали просто-напросто, и поэтому нам надо было уходить. Вот. И для того, чтобы переехать, мы, я говорю еще раз, не очень большая клиника по сравнению, скажем, с Восточной больницей или с больницей Страдыни, но, тем не менее, переезд занял полтора месяца. Полтора месяца мы только перевозили оборудование. Вот. Ну, понятно, что это все очень дорогое оборудование, требовало особых условий перевозки, хотя там буквально 500 метров, собственно говоря, от одного места до другого, но, тем не менее, все это потребовало много напряжения, сил и так далее. Если вы говорите о том, как сегодня мы можем всем этим управлять, этими четырьмя этажами, насыщенными полностью оборудованием, надо сказать, что если еще до 2010 года я, например, мог справиться со всей аппаратурой, сесть к любому аппарату, сделать какие-то исследования, провести диагностику и соответствующим образом пациенту поставить диагноз, то сейчас уже нам необходимо выделять отдельные специализированные, так сказать, участки, где работают только наученные на этом оборудовании специалисты, которые могут сделать анализ и поставить диагноз по результатам обследования на этом оборудовании. То есть сегодня медицинское оборудование дошло до таких вершин, что обладать одному человеку всем спектром оборудования практически невозможно. Вот поэтому здесь уже самую большую роль, я считаю, в логистике, в постановке диагнозов, в лечении играет команда. То есть те врачи, которые работают с нами в команде, они практически научены тем нюансам, тем необходимым аспектом владения оборудованием, потом они научены в первую очередь разговаривать с пациентами. Меня всегда в последние годы удивляло в большинстве клиник государственных, государственных, куда бы я не пришел, это то, что все работают автоматом и конвейером, особенно там, где есть так называемые квоты. Вот вы приходите в клинику, все отработано, значит, вам выдают бахилы одни, вы переходите в другое помещение, вам одевают халат, маску, вы переходите в третье помещение, значит, вас там обрабатывают, кладут на стол, дают наркоз, и при этом никто ничего с вами не обсуждает и не говорит. И так все ясно, да? Ну и так, да. Если ты к нам попал, товарищ, то уже все ясно. Никто даже не спросит, а вы сегодня ели, потому что если там наркоз, но за 4 часа до наркоза есть-то нельзя. Вот, ну, когда вам делают уже промедикацию, это я просто уже утрирую, говорю, как это есть, вам делают промедикацию, и вы уже как бы в полусонном состоянии, и вас кладут на койку, ну, может быть, откуда-нибудь донесется голос анестезиолога, ели ли вы сегодня что-нибудь, и тогда только на вашей совести остается, проснетесь вы или нет. Вот поэтому... Ужас! Конечно, это, конечно, звучит так грубовато, но в принципе, в принципе, поэтому, чему мы в первую очередь учим и студентов, и врачей, это то, что надо с пациентом разговаривать. То есть, все проблемы, которые, все конфликты сегодня в медицине, в основном, возникают от того, что мы не умеем разговаривать с пациентом, мы не можем его выслушать, мы не можем его... У нас просто нет времени на потоке. Вот, поэтому сегодня все-таки мы должны, в первую очередь, возвращаться, так сказать, к истокам психологии работы с пациентом. Это, я считаю, очень обоснованным и считаю очень важным. Все оборудование, конечно, это очень хорошо, особенно если там оно совершенно и сегодняшнее, абсолютно модерновое, там все программы топовые, и нажав кнопку, вы сразу там выставляете кучу диагнозов. Но ничто не заменит, потому что в организме все связано. Ничто не заменит общение с пациентом, когда вы узнаете вообще много о его жизни. Ну вот, например, вы знаете, у нас много ведь профессий кругом, и их достаточное количество. Вот скажите, какая из профессий у нас вообще никогда не плачет? Вообще никогда не плачет? Вообще никогда не плачет, нет слез. Какой профессии вот у нас? Даже затрудняюсь, но по логике вещей это должен быть врач, у которого уже определенная, скажем так, практика и рутина, и он уже не позволяет себе расслабиться. Я совершенно с вами согласен, с психологической точки зрения, конечно, врач не должен себе позволять расслабляться и так далее, но иногда врачи тоже плачут за курицами действия. Но единственная профессия, которая у нас никогда не плачет, это космонавты. Слезы в космосе не выделяются. А какая из профессии больше всего плачет? Я уже молчу. Вот, и так здесь я... Это айтишники. Айтишники? Айтишники, да, работая за экраном компьютеров, у них глаза в несколько раз реже моргают, у них очень часто возникает проблема сухости глаз, и для того, чтобы компенсировать эту сухость, слезные железки начинают интенсивно работать и выделять слезу, и они больше всех плачут. Слушайте, ну, что такое горькая слеза, я тоже понял на своем собственном опыте, потому что, ну, сидел как-то... Я такой человек, не могу оторваться, вот если показывают интересный матч по волейболу, а сейчас пошел чемпионат Европы. И поляки показывают все матчи подряд. А я же фанат этого дела, я же стукнутый. И вот я сижу, смотрю, смотрю, и у меня глаза режет и режет, режет. Я снимаю очки, начинаю протирать, у меня какие-то слезы такие жгучие, горькие. Думаю, Идрит Вайкоцин, чего-то, наверное, не так. Надо делать перерыв. Выпил чаю и пошел спать. Ну, в этом случае просто надо иметь бутылочку искусственной слезы дома. И закапать. И закапать. Все пройдет. Вот видите, друзья, совет от профессора Саламадина. Ничего не будет. Профессор, но на самом деле хотел бы вернуться, опять-таки, чуть-чуть к оборудованию. На каком мы уровне вообще? Ну, скажем так, мы на очень высоком уровне, и сегодня в некоторых областях офтальмологии мы даже опережаем большинство современных университетских клиник мира, а не то, что я уже говорю о частных. Ну, например, у нас был первый номер один на табличке, который по изготовлению аппарата у нас был первый под номером один эксимерный лазер. Некоторые скажут, ну вот номер один уже еще не испытан. Попроще, пожалуйста, для чайников, для меня. Эксимерный лазер – это лазер для коррекции зрения. Понятно. Вот, значит, этот лазер, который испаряет поверхность роговички, это линзы глаза, и делает ее с другим профилем, таким образом у нас исчезает или дальнозоркость, или близорукость, или астигматизм. Так вот, первый лазер под номером один был у нас. Некоторые скажут, что, ну да, вот первые, там все недостатки этих лазеров, потом, это, знаете, как в первых машинах или автомобилях, которые появляются на рынке сначала, требуется там 20-25 тысяч пробега, а потом уже выявляются все эти какие-то косвенные недостатки. Не, ну, слава богу, ничего такого не было, все в порядке, но просто, понимаете, компания тоже первые лазеры не доверит первой попавшейся клинике, то есть они доверяют поскольку мы очень много делали науки, и научных работ, и исследований для этой компании, поэтому, конечно, не сочли, что первый лазер должен стоять там, где это нужно. Это первое. Второе. Вот в прошлом году мы получили тоже лазер под номером номер 2, тоже мировой табель, я так сказать, о числах, которые сходят с конвейера, это лазер номер 2, которые тоже, конечно, скажут, ну, а как второй, наверное, тоже имеет какие-то конструктивные недостатки, после обкатки могут появиться, и тогда уже там лазеры под номером 1000-1200, тогда они уже будут полностью готовы к потреблению с первого дня. Нет, ну, тоже, слава богу, все в порядке, никто ничего никогда не страдал, вот, но просто это говорит о том, на каком уровне клиника находится, если такие топовые вещи нам сразу предоставляются в первую очередь. Вот, это значит, то, что мы, даже если что-то случается, то, значит, мы можем, проанализировав ситуацию, выйти из нее, да, и не допустить каких-то осложнений, поскольку опыт и работа с этими машинами у нас достаточно огромный, мы с 1996 года занимаемся лазерной коррекцией зрения, я не буду хвастаться, но мы были первой клиникой не только в Балтийских странах и странах Скандинавии, но и во всем бывшем Советском Союзе, которые начали вот это огромное дело. Сейчас у нас, по-моему, последователи, я даже не знаю, я помню, что у нас учились врачи из Польши, из Германии, из Грузии, из Азербайджана, из Армении, из Украины, ну, в общем, откуда только не учились, да, и даже из президентской клиники России к нам приезжали учиться. То есть, это что-то, что-то... Какой послужной список в России! Это все, да, все на наших плечах проведено. Знаете, меня насторожил один момент, когда вы сказали, что раньше вы могли подойти и к любому оборудованию и сами все сделать, протестировать и так далее, а сейчас уже даже и, скажем так, вам не все известно, не все понятно. Как обстоит дело вообще с кадрами, с командой? Ну, я бы не сказал, что непонятно, то есть, мы владеть этим оборудованием владеем, ну, скажем, разобраться в нюансах, скажем, в тонкостях программы компьютерной, которая туда заложена, раньше мы могли, сейчас это уже для нас, скажем, недоступно и... да, это и не надо. Что касается качества команды, то у нас достаточно хорошо стоит вопрос о смене поколений, потому что у нас работают как врачи старшего поколения, которые начинали работу в этой клинике, дальше за ними идут уже более молодые врачи, которые прошли резидентуру и какой-то опыт работы в государственных клиниках и пришли к нам работать. И сейчас мы уже имеем целый ряд новых, еще, скажем, таких неподготовленных молодых резидентов, которые обучаются и в будущем мы уже сможем из них отобрать тех, кто сможет нас заменить в полном объеме, работая в нашей клинике. Поэтому, конечно, подбору кадров мы уделяем очень большое внимание, тем более, учитывая, какой дефицит медицинских работников сегодня в Латвии. И среди среднего медицинского персонала, и среди врачей. Я помню, поскольку я преподаю в Латвийском университете тоже где-то с 90 какого-то там года, я помню, как целыми курсами уезжали в Германию, уезжали в Норвегию, Швецию, врачи, молодые студенты, заканчивали университет и полностью весь курс уезжал на работу куда-то, где платили большие деньги, где были лучшие социальные условия и так далее. Сейчас, слава богу, этот поток как-то остановился. Сейчас все-таки больше остаются здесь и овладевают специальностями. Но раньше это было просто ужас какой-то. Ну, я понимаю, что у вас в семье это уже, скажем так, это уже династия. Ну, если говорить о семье, то ваш сын, я так понимаю, наступает уже вам на пятки. У нас уже, у меня, во-первых, двое сыновей. И оба офтальмолога? И оба офтальмолога. И оба уже наступили не только на пятки. Я вас поздравляю. Оба наступили не только на пятки, но уже на все ноги. Так что я могу сегодня... Ведь это же весь кайф, это же хорошо, правда? Так, с одной стороны, конечно, клиника будет продолжать развиваться и будет жить. И внуки тоже есть, и тоже, наверное, пойдут кто-нибудь по этой стезе. Поэтому, конечно, это очень приятно, когда есть династия. Вот, и самое главное, что я, наоборот, противился. И говорю, ребята, посмотрите, ваши одноклассники уже скоро там будут миллионерами, пока вы закончите свой медицинский институт и университет, и получите сертификат. Вот, и потому что, посмотрите, сколько надо учиться врачу. Шесть лет в университете, потом три-четыре, три-четыре года резидентуры, вот, то есть это десять лет. Тогда, когда бакалавра там за какие-то три года заканчивает, магистр там еще на полтора года. Максимум за четыре. Да, максимум. То есть, все, да, иди на свободные хлеба и зарабатывай. А здесь ты должен их долго кормить, пока ты видишь до какого-то уровня. Поэтому здесь, конечно, это приятно. Но, тем не менее, сегодня уже можно говорить о династии, сегодня можно говорить о развитии клиники и в дальнейшем. И, слава богу, я себе могу сегодня уже позволить куда-то уехать и только звонить и говорить, ну, как там дела? Подбросьте, подбросьте, пожалуйста. Ну и дальше. Это хорошо. Так что вот так вот. Ну, это шутка. Ну, понятно, да. Скажите, а вот если перейти от шутки к серьезному, опять-таки, мы так прыгаем немножко. Ну, как-никак, пятница, поэтому и настроение такое. А вот по сравнению с тем, что было, скажем, те же 20-30 лет назад и то, что мы имеем сейчас. Вот уровень, скажем, того, какие проблемы вы сейчас уже можете решать, я имею в виду в плане здоровья человеческого. И что раньше казалось, ну, все, тебе подписали диагноз. Условно говоря, ты там через 2-3 года ты ослепнешь, и все, и у тебя никаких шансов. Вот как эта ситуация изменилась, и что хорошего, что плохого все-таки есть? Ну, во-первых, судя по сегодняшним исследованиям, которые мы проводим и которые предполагаются в будущем, мы сегодня переходим уже на совершенно иной качественный уровень медицинских исследований. Ну, во-первых, сегодня в топе начинают быть генетические программы. То есть, сегодня мы можем уже, исследуя генетику человека, ну, к сожалению, это еще довольно дорого, порой приходится посылать эти генетические анализы за рубеж, но, тем не менее, сегодня это возможно. И мы можем предположительно сказать, какие, особенно те, у кого есть какие-то врожденные заболевания, какие-то тяжелые патологии, можем сказать у детей, внуков, будущих поколений, какова вероятность возникновения тех же самых тяжелых заболеваний для того, чтобы профилактически их защитить от наступления этой патологии. Второе, это новые технологии искусственных тканей. Сегодня уже пересажено примерно 20 роговиц, которые отпечатаны на 3D-принтерах. Пионерами в этой области это израильские врачи были, но они совместно с американцами разработали эту технологию, и в Израиле были сделаны первые операции по пересадке принтованных роговиц, сделанных из коллагена, но отпечатанных на 3D-принтерах. И какова судьба? Ну, честно говоря, про судьбу я вам могу сказать в следующий раз, поскольку это было все сделано начиная с марта этого года и до мая, то есть это еще свежие сведения. Но, тем не менее, это уже шагнуло в практику, то есть это уже есть. То есть проблема пересадки органов, у нас всегда были проблемы с роговицами, в Латвии так я вообще не говорю, этот вопрос полностью закрыт. Мы сегодня можем получить роговицу только в самых острых-острых случаях, и то не исследованную. Ну, вот так получается, и не больше трех пересадок в месяц, да, ну, то есть это вообще, когда требуются эти пересадки гораздо больше. А кто это регламентирует? Ну, это регламентирует государство. Денег-то нет, это дорого стоит. Операция по пересадке роговицы примерно 5,5-6 тысяч евро стоит. Что касается лечения воспалительных заболеваний глаз, сегодня очень активно исследуются моноклональные антитела. Это тела, которые могут послужить как бы лекарственными препаратами, если мы сделаем специальные мишени. То есть, если орган, который воспален или поражен каким-то воспалительным заболеванием, отметить какой-то меткой, да, то вот эти моноклональные антитела, существует целая библиотека этих моноклональных антител, которые создаются для того, чтобы, ну, скажем, в онкологии бороться с определенными видами опухолей. Очень значительные успехи в применении моноклональных антител при опухолях легких, при опухоли желудка. Ну и вот как раз все это началось с лечения воспалительных заболеваний, в том числе и глазных. Это тоже, конечно, стоит определенных денег. Это тоже сегодня недоступно пока в Латвии, поскольку ну, страна такая бедненькая. Вот, но это в мире есть, это можно получить. Вот, и это сегодня тоже в топе. Наконец, проблема, которая всех интересует всегда, это проблема стволовых клеток. Да, то есть замена органов стволовыми клетками, замена тканей и так далее. Ну, пока к широкому использованию стволовые клетки, к нашему большому сожалению, из-за их высокой тератогенности, то есть высокой вероятности появления опухолей, пока в широкую практику не введены. Вот, но ведутся работы достаточно интенсивные во многих университетах мира, там, где проводятся научные исследования, где есть достаточно хорошие спонсоры. Вот, и на их примерах можно сказать, что этот метод тоже скоро для себя откроет дорогу в жизнь, и мы будем широко пользоваться. В общем, короче говоря, в течение ближайших 10-15 лет, если ничего не случится где-то с чем-то с этим миром, то будет абсолютно новый уровень и подход к лечению очень-очень многих заболеваний. Ну, это внушает оптимизм. Да, это как минимум, да. Как минимум, при одном только таком маленьком нюансе, чтобы все было хорошо с этим миром. Да, именно. Вот. Но, а доктор, если мы вернемся опять, вот скажем так, к вашей профессии и к вашей отрасли, я вообще был в шоке. У меня есть друг детства, единственный друг, который остался еще жив, потому что как-то народ уходит. Ну, да. И особенно вот в последний год столько народу, что кошмар. И он всю жизнь ходил в очках, всю жизнь. И вдруг он в прошлом году пошел и сделал себе операцию, ему пересадили хрусталик, и сейчас когда темно и включается свет, он такой тынк светится, как зомби такой. И он говорит, ты знаешь, я могу ходить вообще без очков. Я говорю, тогда нахрена тебе очки тогда, извините за выражение. Он говорит, ну так привык, опять же, для имиджа. Но я просто, я просто от чего был удивлен, от того, что раньше об этом кто-то подумать даже вообще и не мог. А сейчас тогда раз, и пожалуйста, человеку вернули зрение. Со всеми ли болезнями вот в области офтальмологии так же все это хорошо и оптимистично или нет? Ну, во-первых, давайте начнем с хрусталиков. Потому что раньше мы оперировали и пересаживали хрусталики тем людям, у которых было заболевание, которое мы называли катарактой. Катаракта – это помутнение хрусталика естественного. Его надо было менять для того, чтобы открыть доступ к света, к сетчатке глаза. Вот и тогда мы ставили искусственные хрусталики. В основном это были пожилые люди, где-то в возрасте 70+. Но сегодня появились хрусталики так называемого премиум-класса, когда имеется возможность освободить человека от очков. Особенно это пользуется спросом у поколения так называемого бэби бумеровского времени, это поколение 60-х, которые довольно богатые люди, которые хотят быть молодыми всегда, которые хотят быть полностью здоровыми. И они не могут принять, что вот где-то после 40-45 лет для того, чтобы видеть вблизи, им надо носить очки. И вот сегодня есть такая возможность вместо обычных человеческих хрусталиков поставить искусственные, которые полностью заменяют человеческие хрусталики и дают возможность жить дальше без очков. То есть видеть вдаль, вблизи, на среднем расстоянии, без очков. Причем даже сделана разновидность хрусталиков, которая специально предназначена для целого поколения айтишников. То есть эти хрусталики дают возможность видеть отлично вдаль, отлично на среднем расстоянии, где стоят экраны компьютеров, причем без всяких побочных эффектов, без засветок, без нарушения контрастной чувствительности и так далее. И немножко хуже эти линзы дают возможность видеть вблизи. Но дают. Это все вот в хрусталике? Это все в хрусталике, да. Это все запрограммировано в хрусталике. Так что это то, что касается хрусталиков. Что касается других органов, про роговицу я уже говорил, что мы можем менять роговицу, и уже есть аналоги искусственной роговицы. Потому что раньше это было только донорское, человеческое. Надо было брать и получать это все из судебно-медицинской или другой организации. И дальше, если мы идем, то есть возможность сегодня частично, но заменять неработающую сетчатку глазом. То есть есть сегодня специальные чипы, которые имплантируются внутрь глаза. У человека выставляется видеокамера, которая передает изображение на этот чип. Чип связан с корой головного мозга и появляется, хотя не четко, хотя не ясно, но изображение. И человек может различать цвета, может различать крупные предметы, движения и так далее. То есть это сегодня тоже есть. Хотя это все в самом начале, все это еще в таком зачаточном состоянии, но все-таки это уже идет и развивается. Так что здесь тоже есть определенные, ну скажи так, надежды на будущее. И это все внушает определенный осторожный оптимизм. Но вот этот чип, это как бы мини-камера, бытовым языком, если это называть, то это в принципе первый шаг к искусственному глазу вообще. Ну совершенно верно, да. Потому что, конечно, есть определенные нюансы, потому что связать человеческий глаз с корой головного мозга может только зрительный нерв и зрительные пути, пересаживать которые еще не умеют. Но я думаю, что в будущем какие-то Wi-Fi методы помогут, помогут переносить информацию. Wi-Fi and Bluetooth методы. Скажите, у вас какая-то... Да-да, вы рутер настроили? Слушайте, ну это же терминатор фактически, получается. Ну, а по-другому как? Ну да, а жить-то хочется. Ну да. Так что сейчас это достаточно, достаточно развито. Вот, я уже не буду сейчас рассказывать о каких-то проблемах с интеллектом. Как вы знаете, сейчас это очень в большом топе, да, но пока не будем трогать сферы. Профессор, ну а вот преподавательская деятельность, как вообще? Я так понимаю, что медицина это, она всегда была, есть, и я понимаю, что она и будет одной из топовых специальностей и профессий, куда стремится молодежь. Ну, во-первых, медицина в себе объединяет, как я уже назвал, и вы же, наверное, поняли из моих слов. Очень много специальностей. Ну, понятно, да. Да, поэтому, конечно, это отвечает интересам многих молодых людей, потому что кто-то из них больше интересуется молекулярными технологиями, кто-то больше интересуется хирургией, третий больше интересуется фармакологией и так далее. Ну, то есть, здесь масса возможностей для применения своих знаний, возможностей и так далее. Поэтому, конечно, это специально всегда будет в разряде топовых, и на него всегда будут огромные конкурсы, конечно. А вот сейчас какой конкурс? Ну, я сейчас не скажу, например, где-то 22-23 человек на месте. Ну, это солидно. Это солидно. Ну, это на государственные, конечно, там, программы. Вот. На частные, ну, частные, в принципе, там конкурс обычно так поменьше. Ну, хорошо. Вот ваша преподевательская деятельность. Я же прекрасно понимаю, что прийти неподготовленным сейчас на аудиторию, это себе подписать смертный приговор сразу. Ну, конечно. Тебя просто не воспримут. Вот откуда у вас время, потому что следующий вопрос у меня будет, который вас точно поставит в неудобное положение. Вот откуда у вас время на все это? Активная профессиональная деятельность, администрирование и работа в клинике, плюс еще преподавание. А потом еще чуточку тронем еще вашу политическую деятельность. Ну, я сразу скажу, что я всегда в своей жизни как-то работал сконцентрированно. То есть, есть время на практику и хирургию, есть время на подготовку к студентам, есть время вечерами прочитать нолейкумсы, всякие там думи. И потом тогда уже делать определенные выводы, потому что всегда надо расставлять приоритеты. Что сегодня важнее? Что сегодня более нужно не только тебе, но и окружающим тебе людям. Чтобы ты больше был в клинике, чтобы ты больше был в университете и преподавал, и чтобы ты больше занимался политической деятельностью. Я, собственно говоря, и пришел в политику, предваряя ваш будущий вопрос, исходя из того, что очень многие вопросы, которые сегодня стоят в городе и в окружающей нашей среде, что называется, они во многом касаются и медицины, и социальных каких-то условий развития, и да вообще развития человека внутри города как такового. И у нас ничего не делается для этого, к сожалению. Вот посмотрите, даже пример Венспилса показывает, там, пожалуйста, сделали интерактивный центр, где можно, так сказать, познать какие-то вещи. Тарту, простой городишко, где университетский, где сделали. Ну, университет тоже вроде свой комплекс поставил, и вроде как идет в этом направлении. Комплекса поставил. Но они тоже вроде как в этом направлении собираются идти. Собираются, да, но когда это все будет? Я думаю, что в этом отношении, конечно, я уже говорил насчет приоритетов, точно так же и в политике любого государства и муниципалитета должны быть приоритеты. Вот посмотрите, даже на сегодняшний, я не буду сегодня заниматься политикой, но я просто скажу, что последние три месяца, чем занималась наша выдающаяся Рижская дума? Ну, как чем? Они боролись за существование. Делили власть, да, делили власть. Больше ничего, их ничего не интересовало. Ну, это же по-человечески, профессор. Я все понимаю, да, по-человечески и так далее. Но кроме этого возникают же и другие вопросы, которые необходимо, там, сказать, решить простому человеку. Да и вообще политики приходят, посмотрите, любые политические программы, которые сегодня выдвигаются перед выборами, они все одни и те же. Улучшить дороги, улучшить социальную среду, улучшить, там, уменьшить платы за коммунальные услуги, увеличить строительство, там, каких-то квартир. Больше ничего. Этого сейчас нам что, какой-то фантастический роман рассказывать? Да, 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 нет, я просто рассказываю программы, в основном тех, кто приходит. То же самое. Посмотрите, да, это повторяется десятилетиями, годами, да, то есть ничего не делается нового, но приходят новые поколения политиков, новые люди, они занимаются все тем же самым, и программы повторяются постоянно. Профессор, вы... А посмотрите вот на наш город зимой. Не надо. Проедем по центру города. Не надо, не надо, не надо зимой смотреть на наш город. Такое впечатление, что мы свето-маскировку везде повесили, нас вот-вот начнут бомбить, а город надо сделать светло. Не дай бог. Не, не, ну, я не буду возвращаться к каким-то конфликтам, я просто говорю, что такое впечатление. Вот, а надо город сделать светлым, освещенным, его надо сделать приятным для того, чтобы люди использовали его для своих нужд. То есть хотя бы как Таллин и Вильнюс. Хотя бы как Таллин и Вильнюс, для того, чтобы удобно работали и кафе. Ну, то есть надо сделать приоритетными какие-то направления для того, чтобы люди здесь чувствовали себя комфортно, чтобы они чувствовали себя защищенно и чтобы они гордились этим. Профессор, если не ошибаюсь, вы 17 лет, да? Да, примерно 17 лет. Депутат дома уже примерно, да? Да, да. Ну и вот как вам сейчас сидеть в оппозиции в глухой? Ну, это как назвать? Мы же все-таки не сидим в глухой. Другое дело, что мы не можем повлиять на какие-то решения. Ну, я про это. Да, но тем не менее мы эти решения можем провести в будущем, когда, скажем, все обернется уже по-другому. Но сейчас я так понимаю, что ведущие партии, которые сегодня правят Бал, что называется, в доме, они себя сами уже выкопали огромную братскую, так сказать, могилу. И не знаю, что там дальше будет, да? Но судя по тому, что они сделали с городом за эти вот три года, и еще им, слава богу, осталось не очень много, только два, даже меньше. Вот, я думаю, что, ну, посмотрите, бывшие друзья, коллеги по коалиции на последних думских, они в чем себя только не обвиняли. Я просто даже подумал, что их поменяли, что ли, местами, перекрестили. Ну, такого никогда вообще не было. Переодеваются на ходу? Переобуваются. Ну, переобуваются. Да, переобуваются на ходу. Вот, поэтому, ну, обвинять там коррупцией в абсолютно каких-то темных делах, и эти обвинения звучат со стороны кого? Со стороны бывшего мэра, который сам ушел. А вот у меня вопрос по поводу бывшего мэра, профессор. Он ушел, а столбики остались, да? Столбики остались, слава богу. Ну, их мыть надо тоже. А, ну, извините, я как-то, да, я не подумал. Я не подумал, да. Nothing just an alone business. Это же своего рода, так сказать, подмога. Хорошо. А можно, вот у вас идут нон-стоп различные и онлайн, и живые заседания, думы, и просто я чуть-чуть знаком с вашим графиком, поэтому я так себе позволяю говорить. И постоянно у вас решается то-то, 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 а вот, скажем, на бытовом уровне, можно вам пару вопросов задать из жизни города? Давайте. А вдруг вы ответите, да? Первый вопрос. Я так понимаю, что город и страна дружно сели в лужу с праздником песни и с Брасовским мостом. Да, дружно сели в лужу, и, что говорится, ну, как-то просвета что-то и не видно. Что-то и не видно, да? Объясню, скажем, с точки зрения простого обывателя, достаточно элементарно. Вот, например, если в том же Таллине или Вильнюсе идут какие-то там дорожные работы, да, то там пашут и днем, и ночью. Работают, 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 и там за, грубо говоря, за неделю там все по нуля, все красиво. Пожалуйста, вот вам люди, ходите, ездите там на велосипеде, на мопеде, на чем угодно, на автомобиле. А у нас, как в том старом анекдоте, шли годы, смеркалось, а это все как стояло, так и стоит. Проблема не решается. Ну, я... Вот Пробрасовский мост сначала. Ну, я должен сказать, что Пробрасовский мост много уже перьев, как говорится, источили. И в Освене не там, собственно говоря. Ну, во-первых, для любой реконструкции нужно заказать проект. И уже от того, кому вы закажете проект, зависит, сколько его будут делать. Во-вторых, надо согласовывать любую реконструкцию с собственниками коммуникаций, которые идут под этим мостом. Под этим мостом идут железнодорожные пути, то есть это железная дорога, там идут трупы, все остальное. Значит, это может занять недели, а может занять годы, в зависимости от того, кто как в чем активен. Нам все время рассказывают сказки о том, что вот надо согласовать проект в одной инстанции, потом в другой инстанции, потом есть такая БУВ-инспекция, которая тоже рассматривает месяцами, потом возвращает, потом дорабатывает. В общем, короче говоря, если хочешь дело затянуть, ты его всегда затянешь. Если ты хочешь построить вовремя и качественно, и красиво, ты это тоже сделаешь. Но для этого нужна не политическая воля, а нужно просто-напросто иметь хозяйственную и бизнес-черту. Вот я только хотел сказать к черту эту политическую составляющую. Давайте вот на хозяйственной остановимся, потому что это же катастрофа для всего города. Ну, это не только катастрофа Брасовский мост, катастрофа любые другие мосты. Я хочу задать еще один провокационный вопрос. А что будет, если сейчас при таком состоянии этого, при раскопанной всей инфраструктуре за вокзалом и около вокзала по строительству Раэл Балтики, а что если еще сейчас гавкнется, не дай бог, что-то на нашем любимом воздушном мосту на улице Бривибас? Что, город вообще тогда помрет и встанет? Ну, в общем-то, наведут переезд через железнодорожные пути. Временный. Временный, да. Ничего не бывает более постоянного, как что-то временное. Совершенно верно. То есть, из каждого положения есть выход, так что не забывайте. Единственное, что встанут трамваи и троллейбусы, ну, это же мелочь. Не, ну, у меня только один вопрос. Вот это хозяйственная составляющая, вот, чтобы такой реальный, такой хозяин какой-то был и сказал, вот, ребята, вот давайте не затягивать, а вот давайте и трясти всех подряд, кого надо, со всякими там инстанциями, согласованиями, всем, чтобы это было. Ну, почему ядрит Войкоцинь, извините меня, почему вот в Вильнюсе и в Таллине это возможно, а почему у нас нет? Ну, вот я не понимаю. Ну, потому что в городе Вильнюсе и в городе Таллине, там есть определенные хозяйские мужики, хозяйственные мужики, которые могут вокруг себя собрать, что называется, сборную, тим, и это дело, которое необходимо горожанам продвигать. А почему у нас нельзя так? А у нас, посмотрите, у нас ведь все согласовывается на партийном уровне. У нас для того, чтобы яму закопать, надо согласовать с руководством партии, а нужно ли эту яму, сало пить. А кто будет держать лопату, да? Кто будет, да, и сколько человек надо к этому привлечь и так далее. А как на это посмотрят там? Не надо о грустном. Ой, не надо о грустном, ей-богу, нет. На самом деле не это была цель вашего прихода сюда, чтобы говорить о грустном. Давайте что-нибудь напоследок будем уже потихоньку закругляться, так как вам бежать надо, вы человек занятой. Что-нибудь положительное, позитивное, профессор? Ну, позитивное это, ну, во-первых, то, что я могу сказать, что к концу этого года мы, наконец, вернем к себе привокзальную площадь и площади за ней. То есть это уже позитивный момент. Я тоже, да. Да, наконец-то, может быть, мы все-таки отремонтируем и сделаем Дегловский мост. Но это, так сказать, все будет, я думаю, сделано, потому что у людей есть тоже свое терпение. Я могу сказать, что сегодня новые планы приняты в Риге. Они, в принципе, на первый взгляд достаточно правильные, направлены, в первую очередь, на интересы режим. Да, и посмотрим, если хватит политической воли и не будет коррумпированности во всем этом, то впереди, в ближайшие пять лет, нас ждут достаточно интересные перемены в плане городской среды, нашего социального уклада. И я надеюсь, что все это будет выполнено. Вот, что касается медицины, то я уже сказал, что сегодня мы не стоим на месте. У нас целый багаж сегодня новых разработок, которые надо пустить, так сказать, в широкое поле деятельности для медиков. Но единственное, в чем сегодня стоит проблема, это проблема стоит в финансировании. Сегодня надо все-таки, как я говорил всегда, тоже выявить приоритеты, куда деньги в первую очередь тратить и куда во вторую. Потому что сама система медицины в Латвии, она достаточно, ну, негибкая. И все-таки у нас, с одной стороны, деньги тратятся иногда слишком. То есть в медицине много денег. Их практически хватало бы, если бы они правильно бы тратились. Вот, и кто-то из тоже бывших министров здравоохранения посчитал, что в Латвии в день на медицину тратится примерно 300 тысяч евро. Большие деньги, в принципе, в день. 300 тысяч евро. Да, то есть все-таки на медицину тратят и деньги есть. Вот. И последнее, что я хочу сказать, что общество наше стало более здоровым. Все-таки посмотрите, как прогрессивно вырос возраст у людей. У нас сегодня, если раньше люди уже 50 лет, 60 выглядели немощными стариками, то сегодня и 80 лет люди выглядят бодро, хорошо, но, конечно, если они при этом заботятся о своем здоровье. А возможности для этого сегодня существуют. Поэтому желаю всем здоровья, желаю всем бодрости, не терять духа и смотреть в будущее с оптимизмом. Спасибо вам за беседу, спасибо за время. Друзья, в гостях у нас сегодня был профессор Игорь Соломатин, основатель первой частной офтальмологической клиники в Латвии, преподаватель Латвийского университета, ну и ко всему еще вдобавок и депутат Рижской думы. Удачи вам, энергии, здоровья и до следующих встреч. Спасибо. Бай-бай. Спасибо. Бай-бай. Спасибо. Продолжение следует...